библиотека имени Маяковского, краеведческая база данных, дайджест петербургской прессы, адаптация в эпоху турбулентности. Светлана Анатольевна здесь у нас. Микрофон хорошо работает, можно к нему не наклоняться, все будет слышно. Сейчас его только включить. В конце XX века произошла смена условий в общественной жизни, которая поверила за собой целую эпоху, которую с легкой руки Ирины Хакамаги, известного государственного деятеля, политика, доктора экономических наук, назвали эпохой турбулентности. И, в принципе, этот термин может быть применен в отношении нашей профессиональной жизни, потому что именно в это время было сделано исследование библиографоведом Масловой на основе впервые проведенного библиометрического анализа по поводу того, что наконец-то в интернете мы нашли свою нишу и краеведческие ресурсы электронные стали как раз именно основным магистральным управлением. Тайджест Петербургской прессы стал ответом как раз именно на смену кардинальных условий и форм существования документальной информации, в том числе по краеведению, на основе использования средств автоматизации возможностей интернета. В ответ на появившиеся возможности постоянного удаленного доступа к библиотечным ресурсам была и создана база данных даже с Петербургской прессы, которая дает ответы на вопросы по актуальной городской тематике. Повышенный интерес библиотек к газетным статьям краеведческой тематики был вызван недостаточным количеством книг по истории города в конце 90-х, в начале 2000-х годов. Районные газеты, публикующие статьи местных краеведов, в то время были доступны жителям только того района, где они были изданы. Распространялись местные газеты хаотично, в библиотеки не поступали. Поэтому первостепенной задачей участников проекта было собрать источники, а затем выбрать из них краеведческие статьи и предоставить их для доступа удаленным пользователям. Так, например, в базе данных появилась статья краеведа Лагунцова по истории Белоострова, основанная на архивных материалах, опубликованная только в газете «Сестрорецкие берега», а также статьи по истории Приморского района Андрея Жданова, автора содержательной книги «Новая старая деревня», которая первоначально публиковалась в Приморском варианте. Но Приморский вариант со временем исчез из репертуара, и появились две газеты «Коломерские вещи», «Вести» и «Петербургский район». Как раз именно в них сейчас и продолжает свою публикационную деятельность Андрей Жданов. Системы постоянного пополнения фондов-библиотек местными газетами не было, поэтому только благодаря усилиям участников проекта уникальные краеведческие материалы стали доступны в районных библиотеках еще до принятия местного закона об обязательном экземпляре документов Санкт-Петербурга. База данных даже с петербургской прессы впервые была представлена как корпоративно-политематическое полнотекстовое на Втором международном библиографическом конгрессе в 2015 году в Москве. Доклад вызвал интерес среди коллег, обсуждалась доступность полных текстов с учетом положения в гражданском кодексе Российской Федерации. Газетные статьи в условиях недостатка книг по истории Петербурга заполняли лакуны источников. Несмотря на изменения информационной среды за годы, прошедшие после начала проекта, база данных остается востребованной. Меньше стало публикаций по истории зданий, охране и реставрации памятников, больше по жилищному строительству, частных архитектурных компаниях. Главным критерием отбора статьи является наличие в них аналитического подхода, конкретных фактов, статистических данных, а также связь с определенной территорией. Важнейшей задачей остается оперативное пополнение базы данных новыми статьями. Этому препятствуют современные тенденции к сокращению краеведческих публикаций в местных газетах, а также переход печатных изданий в электронный формат. Так произошло объединение городских газет «Невское время», «Вечерний Петербург», «Смена» в электронную газету «Вечерний Санкт-Петербург», на недоступную пользователю не только в интернете. Список наименований газет каждый год корректируется, так как не все местные газеты выходят постоянно, появляются новые. Например, нет уже газеты, как я и говорила, «Приморский вариант», а теперь появился «Петербургский район». В зависимости от того, кто выигрывает тендер в Кировском районе, выходит либо газета «Нарская застава», либо «Невское зеркало». Тематические лаконы восполнили своими публикациями в местных газетах участников проектов и библиотекарей-краеведов. Это статьи исследовательского характера, которые в дальнейшем можно использовать как источники. Благодаря такой активной позиции библиотекарей-краеведов и в непростых условиях пандемии краеведческая база данных продолжает пополняться статьями и по-прежнему остается актуальным источником информации. Нестабильность выхода газет, несмотря на тематику, вызывает необходимость постоянной корректировки состава источников. За 2020 год по сравнению с 2019 сократилось количество наименований муниципальных газет из-за несвоевременного выхода материалов, из которых были представлены база данных. В связи с ростом количества электронных СМИ база данных стала пополняться статьями из интернет-сайтов «Ханонер», «Собака.ру», «Бумага», предложенные краеведами, что позволяет не только оперативно отражать информацию, но и архивировать ее, сохраняя на длительное время. Опыт отбора материала и его сохранение пригодился для аналогичной работы с сетевыми газетами. Здесь как раз мы в конце года делали такую интересную сводку и посмотрели, какие же основные направления в газетах были выбраны. Значит, самый большой поток публикаций был по культуре, по истории, по экономике и по искусству. Но в плане культуры это сейчас многочисленные акции, фестивали, по истории. У нас очень много блокадных воспоминаний жителей того или иного района. И вы все знаете, что с каждым годом становится все меньше и меньше. этих замечательных людей. И то, что мы имеем возможность прочитать именно правдивые рассказы и воспоминания о том, что было когда-то, это очень ценно. Это очень ценно. Но по экономике это то, что касается перевода наших замечательных промышленных предприятий, серый пояс. Это жилищное строительство, которое сейчас ведется в больших масштабах, в том числе и в центре. И по искусству у нас достаточно много появилось различных скульптур, в том числе и памятник печальному ангелу. Поэтому, в принципе, вы можете посмотреть, каким образом организованы материалы по газетам за последнее время. И обратите внимание, какой маленький сегмент занимает здание. А именно, когда создавалась наша база данных, мы хотели, чтобы именно публикации по истории здания, по истории их владельцев были профилирующими. В то время как раз именно краеведы того уровня отвечали именно за этот сегмент. Но, к сожалению, их становится все меньше и меньше. Несмотря на закон, который у нас существует по обязательному экземпляру Санкт-Петербурга, эти публикации заменяются публикациями совсем короткими или публикациями рекламного характера или презентации какого-либо человека, который занимает ту или иную должность. И вот такое, скажем, несоответствие тому, о чем мы думали, как раз восполнили библиотекари и краеведы, и сотрудники библиотек. Я как раз представила сейчас скриншоты из нашей базы данных дайджест. Обратите внимание, разные районы. Значит, это Василия Островский район, Маргарита Николаевна, она заведующая краеведческим залом. Дальше это у нас Петроградский район. Ольга Владимировна, молодой сотрудник. Это они авторы, они авторы, просто направления разные. Ольга Владимировна, она проводит экскурсии, лекции, публикует определенные информации именно по этой тематике. Значит, Марина Петровна, вот она как раз исследователь. Это исследовательское направление, оно особенно ценно, потому что сотрудники библиотеки пошли в архивы, чтобы восполнить контент, которого по сей день большая нехватка в Петербурге. Участвует у нас в дайджесте совершенно другой человек, но, тем не менее, свою коллегу она представляет достаточно полно. Ну вот ныне присутствующий здесь у нас Александр Андреевич. Александр Андреевич тоже публикуется в местных газетах. Он заведует музейным залом библиотеки Рыбацкая, проводит экскурсии и пишет исследовательские статьи. ЦБС Выборгского района Зелянина Галина Николаевна, она лауреат премии Грефса, тоже пишет исследовательские статьи. И все это у нас сохранено в дайджесте, и все это может быть полезно для пользователя. Старкова Любовь Александровна, она член ИКОМОС, член Воронцовского общества, общество печатается очень давно, именно в местных изданиях, и является сотрудником ЦБС Кировского района. Это наш новый сотрудник, точнее, Мария Анатольевна, у нее своя газета в Инстаграм, значит, генеалогический профиль. В 2020 году многие участники проекта были вынуждены перейти на удаленную работу. Но благодаря технологии, которые разработали наши специалисты отдела конперативных компьютерных технологий, введение базы данных не прерывалось. Участники проекта получили возможность прикреплять тексты в условиях удаленного доступа. Компьютерные специалисты обеспечили техническую поддержку для всех ЦБС, предоставив подробные рекомендации по прикреплению и сканированию файлов в полных текстах. Новая технология ускорила для пользователей доступ к библиографическим записям и полным текстам. Ну вот, вы видите, здесь внизу, где зелено написано «Добавить файл полного текста». Значит, и в дальнейшем загрузка, обзор файл. Выбираете, загружаете, и он появляется в 951 поле, кто знаком с Эрбисом. Мы все работаем в базе данных в Эрбис-64, в программе Эрбис-64. Она появляется в 951 поле. И, соответственно, дата обращения по новому ГОСТу обязательна. Участники проекта работают в программе Эрбис-64. С 2009 года база данных Дайджест находится на сайте библиотеки Малюковского в разделе «Ресурсы Петербурга ведения» и доступна в режиме удаленного доступа. Также она размещена на портале Мерпетербурга. Рассматривается возможность ее подоставления на портале корпоративной сети общедоступных библиотек Петербурга. В настоящее время база данных Дайджест Петербургской прессы служит единственным сводным библиографическим аналитическим источником по газетным сенам. Адаптируясь к вызовам времени, база данных предоставляет пользователям актуальную кровеческую информацию и хранит бесценную фотографическую информацию для будущего, сохраняет память о самих газетах, что особенно важно, так они тоже уходят навсегда или в свет.